По статистике в России проживает около 16 миллионов людей с инвалидностью, то есть это 10% граждан страны, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. Основная цель таких людей и их семей – социальная адаптация. На это и направлен первый форум на базе «Жемчужины леса». На него приехали 45 семей и 57 детей. Кто-то найдет ответы на интересующие вопросы, а кто-то просто отвлечется от проблемных будней. Екатерина Самсонова с сыном приехала из Мичуринска. Взявшись за руки, она с Данилом преодолевает все преграды на пути. У мальчика задержка психоречивого развития, и он нуждается в постоянном общении. Несмотря на внушительный рост, Дане всего 14. Он любит спорт и лошадей. Он коммуникабельный, вот только не все идут с ним на контакт. И этот форум – хорошая возможность восполнить этот пробел. Конечно, со стороны других детей есть такое, что видят, что он не такой какой-то. Это бывает. У него есть такое, что он с маленькими. Вот у него есть друганы на улице, они там и в футбол, и еще во что-то там играют. Мячи катаются на великах. Да, вот более с младшим контингентом лучше у него получается. А сверстность все-таки как-то не очень так воспринимают. Форум выстроен в виде площадок для общения и мастер-классов. Вместе с волонтерами дети отправляются на творческие занятия, на которых смогут проявить свои способности. Арт-терапия в этом первый помощник. Одиного листочка, раз, крекс-пекс-пекс мы фокус, у нас получается книжка. Это самое удивительное. А потом мы уже внутри, если к маме на праздник, на 8 марта оформляем, на Новый год. А сегодня у нас про лето, и у нас наклеиваем мы красивые цветочки. Все справляются. Видите, как все пальчиками разглаживают. У Ани ДЦП, но она не концентрируется на болезни и уже подсказывает волонтеру, как правильно выстроить композицию на открытке. Открытка стала лишь началом, после чего последовала летняя фантазия и поделка из природных материалов. Тут на помощь Ани пришла мама. Ребенок доволен, ребенок счастлив. Я люблю что-то делать из поделок. И мы очень любим делать что-то из поделок. И тем более в такой компании очень даже хорошо. Ну и потом я уже, наверное, в этот способ отвлечься от всех доходов. Дома – это, конечно, дома. Здесь общение, другая обстановка общения. К тому же не каждый день можно попасть в столярную мастерскую. Здесь никакой теории, только практическое занятие. Это развивает моторик рук у детей. Допустим, их воображение все. Смекалку и точность, желание. Вот поделки эти, вот у нас вот, выпили с фонярки. Они настолько сосредоточны и им интересно. Все вот это вот. К тому же это безопасно. К тому же, да, это очень безопасно. Потому что все это 12 вольт всего лишь. Я научилась тому, как нужно правильно их проразать и как нужно правильно это делать. И мне очень понравилось. Очень-очень. На форуме обсудили, как сформировать у детей положительное отношение к жизни, обществу, труду, деятельности. Ведь для детей с особенными потребностями домашний очаг – это важнейший источник веры в будущее. Но это будущее зависит и от социума, который должен вселять надежду в людей и давать им возможность чувствовать себя полноценными членами общества. Елена Хромова, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова. Область новостей.